и снова здравствуйте так значит для меня прошло достаточно долго времени для вас наверное не очень долго времени я сосканировал некоторое количество картинок самое вкусное оставил и сейчас покажу вам как я их доработаю по превьюшкам вы наверно уже их узнали так что ну давайте начнем с этого с большого театра большой театр здесь у меня имеется небольшое количество мусора мусор надо убрать с помощью фильтра фильтра dust and scratches здесь можно двигать ползуночек который будет непосредственно выбирать чего и как ему отрезать это размер радиус пикселя я обычно ставлю тройку или четверку и как правило это вот так вот он конечно не шибко убрал но всяко стало чуть-чуть почище да и практически незаметно ну можно так все штампиком пройти совершенно грубо как серпом по яйцам это знаю я и уже к сожалению знаете вы так давайте я вас ну не научу а покажу я конечно все это дело уже автоматически как определить главное важное на снимке чтобы потом это как то выделить есть два способа первый способ это уменьшить максимальное изображение до некоторого пикториального рисунка в данный момент мы видим пиктограмму да это вот фигура мужчины некоторые полоса и здание узнаваемое большого театра кто-то видит что-то черное например фигура мужчины два дерева ну в общем здесь акценты не не расставлены второй способ это максимально задрать контраст чтобы который убьет детали опять же смотрим что у нас осталось в итоге опять же фигура мужчины вот этот полоса и здание заднем плане естественно ничего задирать не будем оставим как есть вот в данном контексте мне интересен именно этот дядечка зонтом деревья и дом на заднем плане этот мужик не суть как важно я как могу поступить я могу его жестко обрезать раз даже можно обрезать жестко два что у нас в итоге останется в итоге у нас останется достаточно плоская картинка да образ у нее считаем замысел есть не знаю не будем так попробуем второй вариант попробуем чуть-чуть вот так вот обрезать смотрите что у нас будет этот вариант мне нравится несколько больше можно чуть-чуть еще так у нас остается это так ну в принципе уже неплохо да такой вариант тоже возможен ну и третий вариант чтобы вы просто убедились можем если оставить только главное если мы оставим только главное узнаваем мужчины деревья здания чистая хорошая картиночка я никогда не стремлюсь к чистым хорошим картиночкам поэтому я оставлю первоначальный вариант кадрирования чуть-чуть мужичка чуть-чуть скамеечек мне очень важно чтобы снимок был менее навязчивым чтобы зритель сам выбирал что ему читать единственное что я хочу чтобы взгляд больше скользил вот на этой части снимка они вот сюда поэтому я создам маску альфа канал через канал вот он первый и с помощью кисточки выделю область которую хочу уничтожить уничтожить ну не уничтожить а сделать так чтобы она не бросалась в глаза ее просто даже вот так вот возьмем да посмотрим что у нас получится выделяем эту область убираем нафиг переходим на основной слой уровня и добиваем ее к чертям так что у нас вышло вышло в принципе у нас неплохо единственное что вот немножечко грязновато можно сделать это более элегантно выделение упс извиняюсь да что что а вот нет не так даже поставим чувствительность наполовину чтобы менее навязчиво чтобы менее навязчиво это выглядело вот заодно можно захватить и небо немножко сразу чтобы здание тоже она нафиг не надо вот этот кусочек так снова выделяем обрамляем двигаем ползуночек убиваем все смотрим вуаля гораздо вкуснее хорошо читается мужчина деревья задний план вот у нас такая пихтограмма давайте попробуем еще не знаю насколько это возможно забрать к себе небо сделать его более акцентированным на языке темной комнаты это будет называться впечатыванием вот уже видны мои следы очень аккуратно выделение так ну в принципе вот в таком варианте она мне даже даже нравится конечно может быть здесь получился чуть навязчиво но это не стоит как важно переходим переходим дальше переходим дальше ну вот тоже дядечка с велосипедом мне мне нравится здесь отражение непосредственно самый главный объект который велосипед вот этот значок задает регион ну кто его поймет кто не поймет это не суть как важно я считаю лишним здесь очень навязчиво отвлекающий вот этот весь задний план опять же я выделяю в принципе достаточно такая рутинная работа когда ты убиваешь лишнее не нужно эта машина мне тоже не нравится голову так аккуратненько возьмем конечно каждый решает для себя сам что ему выделять так ну вот я выделил положим вот эту вот область опять же уровнями подправляем как нам нужно можно его вообще убить к черту чтобы ну вот взгляд уже больше падает сюда на эту область еще я хочу чтобы он падал на воду опять же я может быть попробовать даже сделать более контрастным изображение посмотреть что изменится что там я на канал так более контрастным ну вот мы видим основные детали которые заиграли это пешеходный переход мужик какой-то вот тут появился и слава богу даже тень немножко заиграла можно вообще убить все нафиг да в принципе в принципе можно чуть-чуть добавить контраста да буквально так хотя можно не добавлять это фигня можно попробовать посмотреть что у нас есть на луже если я ее выделю как основной объект тут все нижнюю часть да можно схватить и эту не важно здесь она достаточно хорошо уделяем делаем уровнями ну так вполне достаточно повкуснее стало да по моему единственное что меня совершенно бесит эта машина я ее тоже нафиг кропну можно даже было бы бить пространство и здесь еще абсолютно нафиг ее оно тоже отвлекает мне здесь совершенно не важно чтоб что-то было мужик этот тоже не нужен выделим еще и машинку за одну она слишком навязчива вот таким вот образом получилось может быть излишне акцентировано поэтому я оставлю вот этот все таки вариант наверное не хочу так же навязывать свое мнение что называется сохраняем идем дальше вот этот снимочек интересен с точки зрения кропа ну не знаю не кропа а выделение опять же главного не главного мне здесь очень нравится прическа вот эти вот три девушки но совершенно бесит эта реклама она здесь никаким образом не играет я опять же могу или выделить область заштамповать но так как это потребует слишком много работы я попробую ее тупо обрезать тупо обрезать и выделить на снимке главное да уже стало немножечко получше может чуть-чуть снизу еще да да так пожалуй лучше но я не могу назвать это снимок слишком хорошим потому что здесь стревает третий персонаж мне он не очень симпатичен ну вот такова жизнь я просто возьму чтобы она мне не не мозолил глаза и уничтожу теперь же выделим главное задний план нам не нужен в принципе все сводится к тому чтобы поставить правильные акценты это все зависит исключительно от вас ребята от вашего вкуса что хотите то и делайте вот они уровни мои любимые и убиваем нам вот взгляд этот не нужен можно его еще чуть-чуть даже сделать так ну девушка получилась негром ну будем уважать не шибко не будем злорадствовать вот ну уже какой-то какой-никакой акцентик есть тут нижняя область тоже как-то не хочу чтобы обращались внимание на ноги на эту белую полосу сделаем ее черной полосой ох не слишком черный наоборот получилось что я сделал у нее акцент хотя в таком варианте весьма неплохо весьма неплохо да оставим ее в таком эээ в таком виде пожалуй и оставим идем дальше пейзаж пейзаж главное для меня это вот эта стена машина явление времени делаем затемнем задний план он хорошо что на него будет падать взгляд как бы делает снимок узнаваемым посмотрим что у нас сейчас выйдет если я его затемню получилось получилось по моему покрасивее да возможно стоит запечатать еще и все таки сами машины попробуем это сделать потому что ну машина здесь не главное это просто их и так и узнают все кому надо они всегда бросаются в глаза их очень много даже еще ну вот так да вот акцентированный снимок на нашей стене я знаю машины задний план все мне нравится вот наш машин дядечка я показывал что ну думал что сканирует 3 сосканировал 2 выберу в результате все таки вот этот вот снимок потому что здесь вот такой с яхицей все таки задний фон он узнаваем место узнаваемо это чистые пруды хорошо здесь ну он получился слегка грязноватым и напряженным то есть такой портрет ну немножко неестественный пока медлянечку закроем чтобы он вас не отвлекал увеличим слегка вот вот полосочка от моей зарядки криворукая ну я не буду тратить сейчас время на ее редактирование я думаю он надоел редактируем так чуть-чуть обрежу только верхнюю полоску так здесь все вроде грамотно опять же выделим самое важное задний план нам сейчас ну наверное здесь проще выделить самого мужика чем пытаться всю область конечно ошибкой я стараться здесь не буду это просто для наглядности да еще не факт что я что-то переделаю потом я просто показываю чтобы у вас было представление все-таки больше хотя наверное палочку не знаю ладно есть палочка есть нет палочки нет такая разница вот так вот все это мы оставим выделим область делаем инверсию потому что нам нужен задний план затемним его немножечко посмотрим что у нас выйдет так ну вот здесь видны ореолы это не очень хорошо это не очень хорошо так вот может быть так вот сделаем да ну чуточку лучше ну это в принципе не суть как важно главное что объект как-то оторван от основного плана снимок более акцентирован хотя в принципе он здесь и так неплохо получился может быть стоило вообще может ничего не делать просто сохранить его и все но правда вот все таки мордашка то свет получилась темнее чем задний план поэтому наверное все таки так вот ну для наглядности просто покажу да то есть снимок более акцентированный взгляд будет бегать по переднему по лицу по главному герою потом он будет на задний план сохранить его не буду это черновая работа ну и вот здесь вот портретик портретик мужика с барахолки в принципе негатив достаточно чистый применять фильтры не надо вот можно конечно поиграться с кадрированием да чтобы вот предположим почему не сделать некоторые спрашивают почему не подхожу ближе ну грубо говоря давайте вот мы подошли ближе сделаем акцентированный портрет мне кажется что в данном случае в данном контексте мы видим ну просто портрет мужчины с котенком где он был сделан то есть мы видим человека а среду в которой он был сделан мы не видим поэтому я очень люблю фотографировать человека непосредственно в среде его обитания потому что она тоже бывает очень интересной здесь достаточно хороший снимок особо так ничего обрезать не надо можно можно единственное опять же расставить акценты более грамотно предположим вот эту вот область убрать так посмотрим что получится так слегка буквально притушить ее да вот задний план стал менее бросаться в глаза получился некоторый акцент грубо говоря мы знаем можем прочитать историю какую-то это мужчина приехал на машине это явно видно что это рынок какой-то я также мог закрасить абсолютный задний план там и оставить что-то в общем это все вкусовщина на самом деле вкусовщина кто как хочет то так пускай и делает я сделал так вот последний снимок у нее есть к сожалению легкая шевеленка хуже она от этого конечно не станет он достаточно серый блеклый хочется сделать его по жизни радостней задерем контраст слегка так вот здесь попробовать еще вообще что выйдет у нас выбивается небо на то выделяется главный герой вот здесь чуть-чуть еще добавим до после до после так мы потеряли небо не знаю хорошо это или плохо давайте сначала сделаем акцент что мы хотим хотим хлеб и зрелище ха-ха-ха нет это мы делать не будем уделяем выделяем 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 трэн-тэн-тэн-тэн-тэн хвостик усылапый хвост тут помпончик очень важный красивый красивый сараза ну я не буду стараться шибко все аккуратно делать в принципе черновой вариант так просто для наглядности обычно тратишь немножечко больше времени делаешь все более аккуратно так приглушили немножечко получилось весьма получилось лучше да по моему здесь задний фон уже не отвлекает можно более рассматривание передний контраст добавим чуть-чуть как мы хотели изначально ну вот наверно где то так можно отдельно проработать небо попробовать насколько оно информативно интересно добавит ли она что-то нам или не добавит опять же грязненько так сделаю грубо говоря так конечно может быть не очень качественно появились такие переходы здесь тоже можно кстати можно просто взять и подрезать все это дело оно здесь в принципе небо не могу сказать что как-то шибко играет на снимок хотя в принципе с ним немножечко лучше все таки по бокам по бокам по бокам да да вот так вот получилось вкуснее сохраним все удаляем убираем ну вот как подготовить снимок общий да сохранить я показал напоследок давайте покажу как подготовить его к интернету я подготавливаю то есть у нас уменьшаем размер с помощью вкладки до 800 точек 800 точек это моя любимая это достаточно для того чтобы вы увидели самое главное и разглядели детали дальше его можно просто сохранить для веба save for web нажать в таком случае он немножечко мыльный мыльноватый я делаю хинк я выделяю копирую создаю просто второй слой этот слой накладываю делаю абсолютно резким повторяем резкость излишняя да получилось и делаю его полупрозрачным 30 процентов грубо говоря и вот 30 процентов он такая уже достаточно достаточная резкость здесь в этом окошке мы можем настроить вес нашего файла если какое то есть ограничение вот в данном случае он будет весить 203 килобайта а здесь непосредственно можно выбрать качество 100 процент на качество или наоборот максимально пожать его там убить до пикселов буквально зелфо максимальный маленький также можно выбрать джипег там нг всякие разные форматы это не суть как важно я обычно всегда сохраняю на 80 качестве все там папочка веб какой у нас сегодня день 12 50 17 номер пленки шпи пять 1 сохраняем ну и все в таком варианте можно войти в качестве рекламы а мой любимый сайт дырд лыд кто то что то оставил галерея загрузить снимок опа он меня определил Грузить снимок Ну и куда, да, дальше Что, как мы его определим? Наверное, как Жанр Жанр Тыц Мои любимые 3 звездочки Потому что я туго-дум Я название не знаю, я ленивый Напишем тут что-нибудь Попроще Фотоаппарат какой у меня Там был CL Выдержка Вроде я вставил вот такую Черно-белое фото О, да Загрузи, отправить Списк изображений Замечательно Та-дам Угураем фон, на котором он будет смотреться Наиболее выигрышно Как правило, это всегда черный фон Потому что черное Здесь что-то тоже черное Это расставляются акценты На белом фоне Смотрел, да, что-то, что-то белое Помпончик белый Такой Серенькое На сереньком неплохо На темненьком неплохо Пишем в великом комментарии Рекомендую На черном Или темно-сером Всех Смолик Все Все Все, ребята Так как вы видели Так как я Так как вы видели Так как я работаю Не забываем все рекомендовать в топ Кто выкинет из топа Того Буду чмырить Вадик Не забудь прислать мне Квазит За рекламу Немножечко пленочки Ну вот Наверное И все Да Все Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok